Доброго здоровьица, я так кратенько представлю, у нас в гостях Юрий, который посетил Индию и у него вышло очень интересное такое знакомство. Расскажите, пожалуйста, вот почему в Индию вы поехали, как это у вас получилось, зачем? Более 10 лет читал литературу, ну скажем, такого восточно-духовного направления, начиная и Бхагавадгиту, и христианство читал, не только там. Ну и, скажем, появилось любопытство, интерес побывать в тех святых местах, которые индусы. Во-первых, Индия как бы не была, считается, что Индия колыбелью духовности же. Вот, ну и захотелось одно дело читать, а другое дело ваучу. Вот, есть, точнее были уже такие, скажем, учителя типа Ашо, вот, и зачастую там, скажем, прослежилась такая мысль, что в Индии совсем другие люди. Если европейцы смотрят материально, их, скажем, фокус на внешний мир-то, то индусы, скажем, фокусируют на внутреннем, то есть на духовном развитии. Вот, и, скажем, жизнь индуса резко отключается от европейцев. Вот, ну и поэтому захотелось посмотреть на все это, мало того, что там есть те места, которые обладают определенной энергетикой, по крайней мере, со словом прочитанных тех книг-то, вот, что они несут свою энергию, вот, и ты можешь, ну, скажем, почувствовать себя несколько в ином-то. То есть, как альпинист поднимается на гору, там, он, скажем, из-за недостатка кислорода начинает там уже какие-то там возникать у него истории в голове, то есть совсем другой мир, совсем другое восприятие мира и так далее. Ну, и примерно та же самая, скажем, история в отношении Романа Махарши заинтересовала, поскольку там есть священная гора Ааруна Начала и с тем, что многие там приходили и испытывали там, ну, скажем, необычное состояние. Состояние там эйфории, вот, просветленности и так далее. Ну, одно дело то, что они там говорили, почему бы это было ножками не пройти самому и не увидеть и так далее. Ну, поскольку же у нас нет, скажем, экскурсии проходить туда, и библейская же мудрость говорит, что в рай заходите по одному, а не толпой-то. Ну, поэтому полгода я готовился к этому походу в Индию, встречался с людьми, которые были у Саи Бабы на тот момент. Мало того, что путеводителей великое множество прочитал-то, то есть те места, которые в Индии есть священные, которые представляют определенный там интерес не только для европейцев, но и для индусов. Поэтому хотелось все это проехать, посмотреть, побывать, почувствовать-то. Поэтому лучше один раз было увидеть, чем все это дело начитывать и слышать, поскольку мир-то все равно, каждый воспринимает же по-своему-то. Ну, и вот купил билет на Катарской авиалинии, послал паспорт, там, в общем-то, есть, по крайней мере, был тогда канал, что тебе могли визу открыть до двух месяцев. Вот, послал паспорт, открыли мне визу, купил билет электронный туда и обратно, вот, на 24 дня. Вот, родственникам сказал, что поехал в санаторий, в Кисловодск, поправлять здоровье-то. Вот, поэтому с Москвы полетел Катар, с Катара полетел в Бомбей, Бомбей меня сразу же убил. То есть, то, что было начитано и то, что было там рассказано о путеводителях, на его-то совсем иное было. Прилетел в два часа ночи, да, здесь просто то, что касается индусов, тех ребят, которые смотрят на внутренний мир-то, не на внешний-то. Когда летел с Катара, познакомился с одним врачом, он уйд сам в Москве, а на сам он индус-то. Вот, ну, и так он, прям, достаточно был ко мне благосклонен, мило слушал и так далее, и тому подобное. И когда прилетели в Бомбей, вышли, я ему говорю, ты мне подскажи, хоть куда там выходить, в каком направлении двигаться и так далее. Плюс еще, ко всему, мне нужно рубли там, вернее, доллары на местные рупи поменять-то. Вот, тут он в лице поменялся, такое впечатление, как будто он меня уже и не знает-то. То есть, все вот это вот духовные дела, почему-то как-то вот они вдруг резко стали испаряться-то, ну, думаю, пойду дальше, там наверняка, что уже с вокзала уже с ребятухами-то буду общаться, те, которые святы-то. Вот, подхожу к таксисту, а поскольку там в Бомбей, аэропорт где-то порядка 35 километров находится от самого города, нужно было в город поехать, чтобы снять гостиницу. И тем более, там, я дальше хотел дальше следовать, ну, по крайней мере, нужно было переночевать там. Подойдя к таксистам, я сразу вспомнил историю, которую вот раньше были у нас на вокзалах, эти стаканчики перекидывали там, хитрулины там. Все есть то же самое, мало того, что цифры, чтобы доехать до Бомбея, начали какие-то там баснословные называть-то. Вот, ну, и, скажем, во всем этим поведением, ну, чувствовалось, что там обман, развод и так далее, и так далее. Ну, тем не менее, с одним я там договорился, с таксистом, вот, причем мне там преследовал. Кстати, вот эта духовность с чем-то перекликается с нашими цыганями-то. Вот, если я до этого, допустим, бывал в Германии, и, скажем, европеец спокойно говорит, и ты можешь, даже не совсем владея языком, ты можешь его понять, будь то немецкий, английский, вот, ты можешь понять его-то. То здесь столкнуться сразу с цыганями, то есть, с которым там изначально был, скажем, настрой обмануть тебя там, то есть, поиметь с тебя денег, и так далее, и так далее, то есть, это прям невооруженным глазом чувствовалось, и все. Ну, дело уже шло к рассвету, с одним договорился, вот, что-то там, на рубли сейчас, скажем, ценовую эту политику с трудом вспомнят, ну, порядка двух часов, двух тысяч, и он мне отвезет там какой-то там дом, типа хаоса там, и это, переночуешь. Ну, и что, я к нему приехал, он заводит в комнату, там чуть ли не в два яруса, лежат непонятные люди какие-то, темно там, вот. И я ему говорю, нет, мой друг, мне проще, как вот здесь ваши ребята, там, что мне сразу же удивило, что вдоль дорог, на тротуарах, на постилках, на картонках, там лежали люди, спали там, накрыты там непонятно какими-то, то есть, вещами, и такое впечатление сразу же возникло, что вот неплохо, если был бы обратный рейс, я бы, наверное, уже сразу развернулся, потому что ту, которую духовно все хотели видеть, там далеко и не присутствовало. Вопрос, это было какое время года, там, весна, зима, сезон дождей? Это был январь, месяц, лето, лучше, да, да, весна, у них там весна получается, то есть, не сезон дождей, то есть, изначально, я же, почему подгадал, чтобы, скажем, погодные условия были оптимальны, там температура в среднем каждый день присутствовала где-то 28 градусов, ну, а в ночи там, ну, все равно там холодает, ну, примерно, как и у нас, скажем, в летний период, ну, попрохладнее ночью, но не настолько холодно там. Хотя, и в чем, скажем, еще, потом я понял, что я приехал, не стал сдавать, поскольку я, говоришь, с Москвы вылетал, у меня были ботинки, куртка, рюкзак, там, вязаная шапка-то. Ну, как-то так получилось, что я его не сдал, и с этим рюкзаком, и с этими вещами я же пошел дальше по жизни, что мне впоследствии, они потом очень и очень пригодились там. Вот, ну, факт продолжим в отношении того места, куда он мне привез-то. Ну, короче, во-первых, там, ну, антисанитария полнейшая. Я выхожу, говорю, нет, не надо, вот, давай мне до города вези, что там это будет стоить, нет, нифига, ты там, короче, мне там он какие-то суммы начал наздавать, там, разнословно, то есть разводка, и смотрит, что я же так, человечек-то с другой страны, и с тем, что у них такой почерк, что если придавит, придушит, там, мол, что-то получится. Ну, я повел достаточно смело, говорю, нифига. Я взял вещи, вышел на дорогу, стал голосовать, он за мной не отстает, бежит и так далее, там, подобное. Ну, говорит, так, вот здесь у нас не принято, там, голосовать, там, типа того, что и так далее, там, подобное. Давай, я, мол, тебя остановлю, а ты мне за это, там, что-то, я не помню, там, 30 бабусов дашь, там, я тебе усажу, там, на какой-то, там, такси, или по-роде, всему этого, и ты поедешь дальше, бомбей-то. Ну, так оно и получилось, он меня остановил, тот, скажем, таксист мне довез, мало того, что уже там развело, и мы, скажем, нашли гостиницу, вот, ну, гостиница опять сразу положила на повал, то есть, ну, думал я, конечно, что может быть трудно, Ну, такие картинки я даже никогда и не мог представить, что за этим стоит, там, полнейшее, что развело, я смотрю, какие-то по тротуару текут лужи, женщины стирают, вот, мало того, что какие-то ящики картонные из-под холодильника, или не поймешь, из-под чего там, оттуда выглядывают люди-то, вот, Мало того, что на пешеходных тротуарах какие-то стоят не то газовые, какие-то, в общем-то, похлебки варят, там, лежат, ну, у меня сразу, скажем, в отношении духовности пошел отток, и я для себя сделал вывод, если есть ад на земле, так он, вот он, ты приехал, поздравляю тебя, иди дальше по жизни-то, вот, ну, поскольку нужно было уже, Уже хотя бы переспать, там, разобраться со всеми этими мыслями, двигать же дальше-то, вот, снял гостиницу, гостиница мне тоже сразу покорило, да, безумно, была какая-то простынь с какими-то пятнами, вот, душ холодной воды, а только холодная вода, Да, самого душа не было, висела алюминиевая кружка на этом, на цепке, там, вот, окно было открыто, которое там, ну, скажем, пейзаж был не самый интересный, то есть те ребята, которые живут на тротуарах, они там и сидели там, ну, деваться некуда, билет куплен туда и обратно, Причем электронкой-то, то есть, сразу улететь бы точно не получилось бы, вот, ну, значит, все-таки собрался с Семеном и подумал, что дальше будет гораздо интереснее, и все-таки то, о чем я читал, о духовности, она появится, когда-то там, вот, Вот, ну, и с тем, что нужно было идти на вокзал, так вот, скупался этой кружкой же, штамма воды набирал, какой-то тазик там стоил, ну, я не знаю даже, с чем-то, какую-то параллель провести, но если этого не увидишь, то точно скажешь, что у нас в деревнях, даже если ведро из-под колодца достать, то можно условия создать более благоприятные, чем там, потому что антисанитария, капец, Все обслуживающий персонал, какие-то забитые мальчики, индусы ходят, вот, такое впечатление, что они как будто рабы в этом находятся, то есть, нет никакой там культуры, сервиса, еще что-нибудь там, какие-то тащат мешки по этим этажам, шум постоянно, они же тем более там ближе к цыганям, индусы-то, поэтому все это, так скажем, картинка была не самая интересная, пошел я на, как поспал, пошел на ЖД вокзал, вот, на ЖД вокзале вообще меня ждал очередной сеанс, скажем, терпимости, выживания и так далее, там, вот, В кассе стояло толпы, там, я не знаю, человек, наверное, по 30, причем шириной по 3 ряда, между собой не кричали, там, то и сюда, тот кассир, который сидел, мужичок-то, он примерно им тоже так же отвечал, я сразу понял, что билет взять, это просто, наверное, как-то нереально-то, вот, поэтому какие-то ходы нужны, или, может быть, ночное время прийти, или еще что-то такое, и так далее, там, подобное, там, хотя до этого, я когда шел на вокзал, ко мне, скажем, приставали мужички, там, ну, лет по 35, по 40, там, многие даже какие-то слова по-русски знали, там, и так далее, ну, поскольку они, наверное, в этой области работают, в севере, вот, они, мол, давай, что тебе нужно, там, мы тебе там всяческие услуги окажем-то, ну, думаю, достаточно одного развода на ЖД-вокзале, а теперь начинаются, что и дневные разводы-то, вот, ну, выйдя из ЖД-вокзала, я понял, что, видимо, наверное, к этим ребятам придется обратиться, это будет решать. Кто с тобой представлял ЖД-вокзал? ЖД-вокзал, ну, внешняя архитектура там была такая, поскольку я там, ну, скажем, и в европейских странах был, там, и Таиланды, там, и Вьетнамы, и Камбоджи, и так далее, там, ну, внешняя архитектура нормальная, ну, содержание вокзала, это превращалось вон, какой-то улито, то есть, там, несметное количество этих людей, вот, цыгане, которые кричат, лежат, вот, антисанитария вообще полнейшая там, вот, ну, рубая, мало того, что сразу меня убило, что пить захотел, а там выходишь, стоят ребятухи, торгуют чаем-то, чай у них, как правило, с молоком, там, что-то, какая-то, ну, скажем, не то, что мы россияне, допустим, привыкли, там, индийский чай, там, какое-то качество, и так далее, нет, там, типа, какой-то, скажем, сзади у них закреплена какая-то емкость-то, вот, и они с тем, что в эти стеклянные стаканчики наливают, и дают, трубки, да, ну, с этой трубкой же наливают этот стаканчик, и предлагают, там, причем чай, я же говорю, по-хоп, ну, с молоком, там, вот, ну, вопрос стоял, ладно бы, это у нас, там, сейчас, допустим, разовый стакан, это, хотя мы в социализме еще застали, что я, моменты, когда, там, у нас автоматы газ-воды стояли и мыли, но у них, вот этот стакан, там, он, непонятно, где он его поласкивает, и всех остальных, этих, чаем пьет, поет-то, вот, поэтому, ну, скажем, что-то не пить сразу перехотелось-то, вот, вопрос стал еще, что нужно где-то поесть-то, вот, поесть, ну, короче, я там нашел какую-то, там, непонятную кафешку, вроде бы, так, и не самая центральная улица, но внешне она была похожа на какую-то кафешку, так что там пришлось как-то еще перекусить-то, так вот же, возвращаясь к этому билету, здесь же, вопрос, мне же нужно было дальше перемещаться, у меня впереди еще 24 дня-то, этого наслаждения. А куда маршрут, думал, держать первую? Изначально, значит, получилась, какая история, я здесь общался с одной женщиной, которая неоднократно посещала Саи и Бабу, и с тем, что она была в восторге, там, вся эта история, ну, по карте я посмотрел, следу не мне, нужно было, там, именно к этой горе, я уже сейчас населенные пункты не помню-то, нужно было ехать, так, к этой горе, ну, там как раз получился промежуточный пункт, то есть, я хотел к Ашо попасть, там же у него тоже, там, скажем, Ашрам, ну, назовем так-то, Ашрам-то, и вот были наметки попасть еще к Романа Махаши, то есть, на эту гору, там, ну, получилось так, что посмотрел по пути следованию, там, что нужно начнем, наверное, с Саи Бабы, там, вот, Ну, и с тем, что этот мэн подвел меня к какому-то компьютерщику, который стоит на улице-то, то есть, вот примерно, как у нас там ряды, там, овощные, все остальное, здесь какой-то убитый замусоленный компьютер стоит, а с ним он халя-баля переговорил и сказал, что да, вот только вот так ты можешь сейчас этот билет взять, там, вот. Ну, получается так-то, я говорю, хорошо, ладно, если ты мне оказал эту услугу, сколько будет стоить, ты меня, у меня поезд на следующий, ну, в смысле, рано утром, в 6 часов, если даже не раньше, там, ну, должен был отправляться, там, к Саи Бабе, там, опять же, там, населенный пункт, я сейчас, в памяти даже, ну, можно посмотреть, а вот, куда там нужно было ехать-то, ну, короче, он сказал, да, будет там что-то стоить, дополнительно, то, что я тебе провожу, и так далее, и тому подобное, то есть, окажу тебе там все эти услуги, это будет столько-то, ну, говорю, хорошо там. Мы договорились что-то с ним рано утром встретиться на площади, там, и вот я ночью вышел с рюзачком, со своими, там, пожитками зимними, там, а вот стою, жду, а его ж нету, а потом он появляется с двумя стаканами этого чая, там, вот. А там, получается, какая история, там, как только рассвет начинается, многие, вот, бизнес делают именно вот на этом чай, они там варят чай, еще какие-то похлебки, там, ну, я даже, если честно, не стал изучать, что они там, потому что уж точно, блин-то, я думал, что если я еще попробую, мне осталось только там подхватить всякое сранье на горшке сидеть, не только там путешествовать, там, вот, ну, пришлось этот пить чай, то есть адаптироваться к местным, скажем, этим всем историям-то, вот. Вот. Иностранцев, хочу сказать, в Бомбее было очень и очень мало, хотя там, скажем, в Бомбее там многие тоже хорошие учителя, которые мне заинтересовали, живут, ну, в Бомбее же там, что, порядка 8 миллионов или 10 миллионов официально, которые числятся там, а там их никто не посчитает, потому что там люди живут, там, я же говорю, на постилках, в ящиках, картонах и так далее. То есть там наверняка, скажем, количество людей на 3 можно умножить, потому что это, ну, ну, муравейник, то есть всех их не сосчитать, не увидеть, и кто их там будет считать, которые никому не нужны, эти бедные стоят с этими кружками, тарелками металлическими, только да и да это. И сразу же я же вывод сделал такое. Какой можно быть в духовности разговор, если люди недоедают, им нет где спать, у них нет крова, у них нет многих-многих нормальных вещей-то. То есть здесь духовность, по крайней мере, то, что я там, скажем, искал, сразу понял, что это не туды, не туды я попал, не та история-то. Вот. Ну, продолжим же к поезду-то. Пришел он мне со стаканом чая, проводил до самого вокзала там. Если честно, я бы, если бы сам бы, наверное, вероятность очень мала, что я бы там нашел, потому что огромное количество всех этих путей, и все там, ну, улей беспорядочно, и, скажем, сориентироваться, но нужно было иметь немалую смекалку там. Вот. Что меня второе убило, что я зашел, у меня был там... Вагон зашел. Вагон зашел, да. Значит, ну, он типа плацкар-то был, ну, поскольку у них же там купе, наверное, и нету-то. Вот. Ну, там вагоне были полки в три этажа, то есть, если у нас там, допустим, первый-второй там уровень-то, а там и третий, где у нас вещи слаживают, там еще этот имеется в виду. Больше всего мне сразу еще поразило, что там есть, типа, ручек, подымать там, скажем, место, и заходящие, вот, кто там, скажем, ехал, пассажиры, свои чемоданчики на цепочечках к этим ручкам пристегивали-то, по самому вагоне-то, чтобы не уперли-то, чтобы не украли. Вот. Второй момент меня убил, что кондиционер работал. Такое впечатление, что я попал, опять же, в холодную Январскую Москву-то, откуда вылетал, то есть, такое впечатление, что они как будто хотели отработать деньги. Или показывают того, что кондиционер работает, значит, за этим сервис-то. Пришлось достать куртку, шапку. Это первый момент, она мне сразу понадобилась, чтобы было безумно холодно. Хотя... Стекла были? Да, да, стекла были там, причем контингент, ну, скажем, сел более порядочно. Ну, в смысле, то, что изначально, с кем я сталкивался, но, видимо, были уже какая-то другая прослойка, более интеллигентная и так далее. Вот. И с одним там я, мэном, познакомился с индусом, он едет с женой к Саи Бабе, ну, и с тем, что мы с ним разговорились, он мне все твердит, там, что Саи Бабе поможет все. В чем поможет, я не знаю, но... А ты английский понимал? Я, ну как, я знаю... Они же на английском разговаривали. Далеко не все, далеко не все. Большая редкость. Я же изначально почему сказал, что с европейцем ты можешь понять даже немецкий и английский, поскольку они спокойно с тобой беседы ведут и слова там, скажем так, в доступной форме преподносят. Азижец Ганя... Прослойка, скажем, уже была совсем другая. Может быть, средняя, а может быть, даже и более-то. Ну, по крайней мере, видно, что по своим одеяниям, скажем, по своим чемоданам люди уже были более, там, скажем, сытые и точно уж на тротуарах не спали. Вот одеяние у них было белое, а вот эти, каковы, кофточки и штаники никакое? Нет, нет, произвольно это... Ну, у них там у индусов в основном, там, эти шсари, там, у женщин-то. А мужчины обычно одеваются, ну, как правило, у них, там, ну, не знаю, верхняя одежда, как правило, там, не короткие рукава, там, такие, там. Ну, произвольно их нет, а там же их великое множество, там, всех этих кланов их них, там... А вот те, которые победнее, у них просто грязная одежда была? Или они вот именно в рубахе были одеты? Ну, во-первых, сама одежда, нет, в рубахах никого не было, я имею в виду белых. Белое, это совсем другая история, это потом последует, это было у Саи-Бабы, где все рядились белые наряды, там, вот, и считалось, что пребывание, ну, скажем, в этом лагере Саи-Бабыше, там, нужно было именно вот в этих белых одеждах ходить, там. Ну, по крайней мере, основная масса. Ну, у меня была как раз. Ну, вот у меня там как раз я предоставил фотографии, там вот как раз эти все белые шаровары, белые сверху, да, да, да. Вот, ну, а здесь, во-первых, если на тротуаре на картонке проспать, я думаю, эта белизна быстро превратится в непонятно что, там, в серость, а потом и дальше, там. Ну. И так вы поехали в поезде? Да, поехал в поезде, и что самое интересное, изначально мне сказали, что в целях безопасности купи хороший на пояс кошелёк-то, то есть, как ремень он застёгивается же там, кошелёк, где у меня... А это кто сказал? А это женщина, я беседовал, которая была неоднократно у Саи-Бабы. Да, она сама русская, но, скажем, является, почитатель, являлась, ну, в смысле, поскольку он ушёл же, что-то, почитателем Саи-Бабы. Вот, и с тем, что, вот, скажем, экскурс, она мне ввела, хотя, я же говорю, то, что я приехал, ну, мне просто нужно было прилетать не в Бомбию, я более, там, скажем, ближе к этим священным на юг, я ехал уже там, местами. Ну, факт одно, что, вот, почитатели этого Саи-Бабы со мной, как бы, оказались, и с тем, что мы договорились, что мы приедем, там, ночью, там, получалось, ближайший город, там, расположен, от этого лагеря, вот, там ходит автобус, там автобус сразу ждёт, и вас везут там сразу в лагерь, вот, ну, поскольку эти же уже ребята были совсем другого слоя, это, то есть, они там снимали дома, гостиницы, там, вот, верили, что он, там, чудеса творит, и так далее, и тому подобное-то, ну, по крайней мере, это их, там, скажем, понимание, то, что касалось Саи-Бабы, ну, я всегда относился, скажем, несколько иначе, ну, факт одно, что приехали мы, скажем, уже, в разных плацкартах, ну, ну, нет, в одном вагоне было, ну, примерно то же самое, как у нас, там, ну, скажем, только плацкарты, я же говорю, что там три яруса, это, в разных плацкартах, да, в разных, там, ну, по крайней мере, он был расположен, как всему этому, там, ну, беседом и так далее-то, вот, ну, по крайней мере, мы с ним как-то находили общий язык, там, что там, и там, где по-английски, где, как, ну, в общем, общались, там, вот, приехали, ждет автобус, там, где-то там было уже часа два-три ночи, когда мы приехали, конечного пункта, сели в этот автобус, то, приезжаем в этот, ашрам, ну, лагерь, там же на уходе стоят, скажем, ребятки, которые охраняют там, вот, как там они называются, ну, не судьба это, назовем так, что, охранники, которые через минноискательки пропускают там, чтобы не было никакого покушения и так далее, там, вот, пришли, он мне говорит, я тебе помогу, покажу, куда пройти, то есть на рецепшен ведут, да, ну, поскольку там же, он же, скажем, лагерь-то разбросан большой, там, достаточно, да, ну, вот на рецепшен пришел, пришли, он говорит, да, давай здесь паспорт, я только за свой кошелек, пояс, который висел у меня на этом, на поясе, его нету, нету, а у меня там и российский паспорт, и загранпаспорт, С самой сумочки нету? Да, вот с пояса, который на поясе, он не висел, да, причем, я же, вроде бы, все время бдил, там, ну, скажем, его не снимал, помня наставление, которое мне, там, скажем, были, сказали, ты будь крайне аккуратен-то, а вот этот момент, как будто я, как будто загипотетизирован был, или даже не знаю, как это назвать, ну, как-то я, даже, я же говорю, с поезда вышел, я даже не стал, нет, в автобусе у меня какие-то карманы были, поскольку я, когда прилетел в Бомби, я там поменял 200 долларов, думаю, пока не самый лучший курс, там, это, в аэропорту, там, дальше поменяю, доллары. Если не секрет, сколько с собой брал? Ну, там, где-то полторы тысячи, Доллара? Ну, доллара, там было, мне, где-то, 600 евро, вот, ну, где-то, тысячу было долларов, там. Вот, ну, хотя, та, скажем, история, которая, от некоторых я слышал, что там, мол, все дешево, далеко, далеко не так, особенно, если большие города, если гостиницы, все безумно, ну, скажем, может приближать, чуть ли не к московским ценам, там, скажем, пребывание, там, вот, и я за пояс, и все, и нету, вот, ну, те на меня смотрят, нет документов, нет денег, потому что там все равно, что пребывание, назовем, там, в тех, ну, они не казармы, там же, самый простой вариант, получается, помещение, и там в два яруса стоят кровати. Барак. Ну, по-нашему, барак. Я заходил его. Там, кстати, я предоставил фотографии, там, кстати, и здесь, везде нюансы-то, вот. Вот. Ну, сказали, извини, парень, ну, нет документов, нет денег-то, о чем можно говорить-то, несмотря, что ты прибыл в сытые места-то. Вот. Ну, этот индус, говорит, ну, отнесся ко мне, я же говорю, прям с уважением, говорит, поехали в больницу, полицию, сразу, сейчас мы там поднимем, может быть, там где-то в поезде найдут, или еще что-то такое, там, вот. Ну, по крайней мере, нужно полицию заявить обо всем этом, там. Вот. Приехали в этот... А он видел, что у тебя сумочка, что все есть. Да, сумочка, что... Я не знаю, ну, просто мы как-то я на этом не фокусировал, внимание. Ну, факт, когда потребовались деньги, потребовались документы, их у меня не оказалось. Ну, в смысле, он видел это, что у тебя есть, а там тоже укладывали. Ну, по крайней мере, ну, вот, она исчезла, и когда и как, скажем, я даже до сих пор не могу понять, ну, может быть, это и Саил Баба чудеса творил-то, нет, вы кто-то не задиризован в этих играх-то. Ну, может быть, за этим стоял смысл какой-то. Вот, поэтому приехали в полицейский участок, вот, свет выключен, все спят на полу, там полицейские, ну, естественно, прямо на полу, или какая-то подстилочка? Да, на полу, да. Ну, там, в основном, скажем, картонки, картонки, да, полглиняный или какое-то что-то там. Да, если честно, я здесь не фокусировал на это. На картонках спят? Ну, да, на картонках, ну, поскольку уже утро, ведь наши ребята же устали-то, надо было и передохнуть, несмотря, полицейские же тоже люди-то. Вот, ну, он сказал, что да нет, вам нужно у нас, скажем, где-то в 20 километрах здесь находится наш центр полицейский, езжайте туда, и там, типа того, что, заявите обо всем этом. Но это лучше сделать там в другие дни. Ну, этот мэм, который индус сопровождал меня, вот, пришли мы в гостиницу, говорит, выпей пока кофе, а я сейчас со своими, там, купил своим домашним, он там женой ехал, купил им там чай. Кофе нормальный был? Ну, скажем, да далеко не тот, что у нас там варят и зерен и так далее. Ну, ближе к какой-то такой, растворимый был. И чай, я же говорю, там, вообще, никакое сравнение с нашим, допустим, индийским, который он продаётся. По вкусу нет, да? Вообще, ну, скажем так, мягко говоря, не хочу обижать никого. Ну, близко к какой-то там дряни. Помои, ну, не помои, но, по крайней мере, скажем, может быть тот сервис, который подавался, там, вот эти вот стаканы непонятные, кем облизаны это. И это молоко придавало там что-то такое-то. Ну, какую-то там сладенькую водичку, водичку там. Ну, короче, мне, по крайней мере, это было несозвучно, неприятно. Вот. И... А вот внутренние, какие переживания были, что вот нету документов? А вот, вот, эмоциональные... Ну, внутренние переживания были, что он же, это же такая дрянь, ты начал рисовать картинки. Ну, вот ты приехал за просветлением, но если не за просветлением, а опознанием мира-то. Ну, вот и получай, получил, к чему хотел, к чему пришёл и всё. Паники не было. Паники не было, ну, был вопрос, слушай, там же мне нужно к дому как-то грибский-то. А вот, поскольку уж, когда я летел же на этих больших, то катарских авиалиний, там по 300 человек сидели, огромные там. И там стоят же телевизоры, ну, скажем, в этом самолёте. И рисуют, над какой страной пролетаем, через какой океан и так далее. Ну, если бы это была Европа, хотя я полгода ширил, там в Германии как-то стажировался, там-то ещё можно было пешком, казалось бы, пройти-то. Но здесь, Индия, через океаны, через все эти дела, там, ну, скажем, перемещение было бы там вообще нереальным-то. Ну, единственное, что меня успокаивало, что у меня был купленный билет электронный, то есть я брал туда и обратно. Но, опять же, я мог в самолёт сесть, получить этот билет по предъявлению паспорта, в которых у меня их и не было. Уже не оказалось ни паспорта, ни денег. Единственное, вот те 200 долларов, которых я поменял, там, по прибытию-то, в Бомбей, там, в рупиях они были. И в сумке у меня лежали, там, я не знаю, может быть, тысяч 15-20 рублей. Вот. Ну, вот так было. Но дело в том, что без документов никуда же не пойдёшь, там же что же... Электронный билет был распечатан на бумажке? Ну, нет. Он у меня был, да, был распечатан. Был распечатан, но всё равно, там, об этом ничего не говорилось, всё равно нужно было паспорт проявлять и все дела-то. Поэтому вот здесь стоял вопрос, как обратно ещё. Мало того, что денег нету, мало того, что документов нету, мало того, что билет даже если этот получать, даже если переконтуриться, нужно же какие-то документы там. Ну, этот сопровождающий индус там через некоторое время вышел, говорит, пойдём. Пойдём к этим, может, попробуем тебе как-то вселить-то там. Ну, какие-то же должны бы там ходы быть-то. Ну, и мы зашли же к этому лагерю Саи-Бабы. Вот. Идут три женщины русские, по-русски разговаривают-то. Вот. В Сааре. Да, да. Фотография там имеет место быть. Присутствуют там. Я им же ж... Гораздо проще по-русски говорить с этими всеми-то. И я же говорю, где здесь ресепшн, туда-сюда. И вот, говорю, вот такая история там. Одна из них оказалась там... Женщина, ну, так, лет 60-то. Вот. Она меня сразу обняла и говорит, я твоя мама. Ну, я думаю, здесь уже, наверное, вообще крыша поехала, блядь-то. Мамы, папы здесь, в конце концов, вот этот вот весь дурдом, думаю, если этот сон, то он же должен когда-то уже закончиться. А истории же идут дальше там. Ну, мама, значит, мама. Я не против мамы. Просто двигать куда-то. Мне же еще 22 дня еще же нужно пребывать. Ничего, никак. И вот эти вот же 200 долларов, которые, скажем, были изначально, вот то, что там, скажем, ценники какие выскакивали. Я думаю, может быть, дня на три хватит еще продержаться-то. Ну, получилось следующее. Она говорит, у меня здесь своя квартира. Я купила. Я, мол, приближенные свои бобы. Вот. Ты можешь пока у меня пожить-то. Вот. Забудут населенный путь, как он там называется. Ну, там селение. Ну, небольшой городок. Ну, там есть двухэтажные дома. Которого, по-моему, он родился, да? Нет, он родился там в другом месте. Ну, там для него, там тоже создали и стадион, там у него, там и музей ему создали. Ну, рядом это все. Ну, где-то, да, да. Где-то, 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 где-то. Я был на стадионе, музей. Да. Вот. Ну, и с тем, что... Ну, у тебя, значит, у тебя. Ну, мне сразу говорят, люди, деньги есть? Да, говорю, немножко есть. Ну, пойдем, поедим. Была мама, встречает сына. Ну, и с тем, что это... Куда же вы пошли? Не в тибирский ресторан? В тибирский ресторан. Как будто уже видишь, где-то там, там... Нет, дело в том, что я только мог есть в тибирском ресторане. Я заказывал молоко и яичницу. Больше ничего есть не мог. Все было такое. Ну, там соки были еще. Соки. А, и соки с этого, с кокосом. Да, да, да. С кокосом. Ну, вот это единственное, что она, проживя там долгое время, уяснила. Говорит, пошли. Ну, с тем, что поеду, говорю, ну, расплатись. Ну, расплатились. Пришли, а у них там комнатуха, там, молюська. Я не знаю, там, если у нас в ванную комнату взять, там, получается, что какой-то маленький столик стоит с маленьким холодильничком, ее кровать. И она мне на полу там расстелила. Говорит, вот здесь будешь пока спать там, со мной там. Вот. Ну, и потом она поведала, кто она такая. Она, оказывается, с Крыма там. Вот. Не то Северополь, но где-то оттуда. Вот. Ей пришли, скажем, видения такие, что, мол, ее Саи Баба зовет-то. Я его, говорит, никогда не видела, не слышала и так далее-то. Ну, и одним словом, как она там, долгая история. Говорит, ну, короче, добралась туда, к нему. И теперь она может там, ну, раз, может, два-три года выезжать домой. Но здесь на какие-то ее сбережения купила она же эту комнатуху-то, в двухэтажном там, в современном домике-то. Вот. Она живет, потому что Саи Баба, говорит, ты должна здесь быть-то. Вот. Он к ней постоянно там приходит во снах, ну, короче, у них контакты есть-то непосредственно. Мало того, что он материализовал ей кольцо в виде змеи, на фотографии имеет место быть-то, посмотреть-то. Вот. Ну, и с тем, что она постоянно находится там, какие она там функции выполняет, если честно, ну, достаточно трудно-то. Ну, какие-то типа организационные, там еще кто-то единомышленники, тоже какие-то работки там какие-то выполняют. Вот. Поэтому мы с ней... Говорит, я готова тебе. Женщина оказалась очень бойкой-то. Она мне сразу сказал, если деньги найдем, ты мне половину отдашь. Ну, те, которые у меня украли там. Я говорю, я готов. Готов на все эти дела. Вот. Ну, их же нужно найти. И вероятность очень мала. И, по крайней мере, то, что я уже видел, о чем-то можно говорить, кто там их вернет-то. Вот. Мы поехали с ней в полицейский участок. Там написали какую-то там бумажку с моих слов. Ну, короче, долго и упорно-то. Больше всего убили еще эти полицейские, ведут себе вызывающе. Если у наших там, скажем, резиновые там эти дубинки, то они ходят с бамбуковой, там больше метра. Если что не так, мол, так по барабану стукнуть крепко-то, что и напополам расколется, да. Вот. Поэтому там беспрекословно их там все замечания, ну, скажем так, выполняются, потому что под чувством страха. Мало того, что мне там поведали историю, что тюрьмы там вообще ужас-то. То есть не каждый еще сможет выжить там. То есть там везде бетонные стены, полы и так далее. Как ты там будешь спать, сидеть и так далее там. Это никого не интересует там. Жара и влажность повышены чрезмерные. И если назвать, что там еда, это вообще там. Поэтому превращайся в покорного гражданина. Вы дали мне бумажку, что у меня украли эти, скажем, документы, деньги и так далее. И что я там до определенного срока, до 25-х числах, и я должен был улетать там, что с этой бумажкой еще могу как-то перемещаться и являюсь вроде бы как существом живым, не принадлежащим никакой стране. А для того, чтобы мне, скажем, восстановили, дали какие-то бумаги, мне нужно попасть в посольство. А посольство ближайшее опять в Бомбей. А Бомбей там ехать опять там, ну, сколько я, рано утром, ну, 512-16 где-то я ехал там. Ну, даже нужно обратно вернуться. И опять же нужно купить билет, чтобы доехать до этого в Бомбее там. Вот. Ну, и с тем, что женщина была безумно активная. Вот. Все время мы с ней находились-то, индусу ее считали за странней, некую немножко веселую, она действительно там как будто так в дурашливой форме пребывала, всегда на голову какие-то цветы живые там прикрепляла-то. Все в этой деревне ее знали-то. Ну, и так, к странненькой вроде относились-то. Ну, не суть важна была. Пусть будет мама странненькая. Вот. Ну, и потом мы же с ней пошли. Она там, ну, скажем, уже долгое время как бы живет. Ну, нашли каналы, чтобы меня поселили все-таки в этот лагерь там. Поселили в этот лагерь, и я, чтобы, ну, прожил там. Там тоже, скажем, пребывание недолгое может быть там. Поскольку цены не настолько высокие, вроде бы, и желающих слишком много-то. Вот. Поэтому... Там первые где-то недели, наверное, такие, или две недели. А потом надо платить. Нет, все нужно было платить. Просто там... Ну, все нужно платить. По-моему, неделю только меньше платишь, а потом больше. Ну, там, получается, если там же же на территории у него были разные условия проживания. Да-да. Были же там, допустим, и двухэтажные домики, где там, ну, скажем, более комфортно. И дождь есть. Да, да. В сто лет. Да. Там нормальные условия. Ну, скажем, относительно нормальные. По сравнению с тем, что, скажем, изначально было-то. Вот. В этих двухэтажных домик должен прожить или неделю, или две, не больше. Там что-то такое там. И с тем, что, если хочешь, переселяйся, назовем, вот этот барак, там, или вот в это сооружение, где двухъярусное. Ну, в барак, да, там что-то вообще можно жить как-то. Ну, там, казарма, скорее всего, вот как казарма. То есть, большое помещение, где двухъярусные кровати стоят, где, да, причем, здесь достаточно трудно провести, проверить, кто там пребывает. Странники, лишенные денег, там, или музыканты, то есть, там, на разных языках говорят, там, ну, ну, что-то такое-то. Ну, одним словом, попал я в эту казарму, там, познакомился с англичанином. Вот мы как-то, ну, ему там два-три дня нужно было еще пребывать. Цель его визита, у него больной брат, и он приехал у Саи-Бабы просить здоровья там. Вот, ну, прямого уж контакта нет, там же общение, ты же ходил, там, смотрел, как там эта вся история происходит, все его, скажем, общение с ним. Там, типа, стадион, такая огромная площадка, он сидит, ты садишься здесь, ну, тут огромное количество людей сидят. Да, садишься, ну, уже он был в том состоянии, не знаю. Это какой год был? Это был 1994, если кажется, я не помню уже там, ну, надо посмотреть по билетам там. Ну, он, его уже вывозили, вывозили, он не ходил там. Если я... На автономитчике... Да, да, ну, на электрокаре какой-то там вывозили. Мало того, что там же, вот, скажем, крытая площадка, вот, как бы сценарий, там, где его вывозили-то, вот, впереди, там, от сцены какие-то музыканты сидят там, дальше, как бы, дорожка полицаи с этими... Полицаи тоже были? Ну, ребята с этими бамбуковыми палочками сидят. Мало того, что всех запускали туда, там же это все было, скажем, обнесено забором. Ты должен при входе разуться, вот, заходить, тебя обыскивают-то. И ты проходишь туда и садись там, где хочешь там. А там же с утра они запускали, рано утром запускали? С утра он уже болел, с утра там, ну, скажем, не очень... Слушай, а в каком же я году был? Субтитры сделал DimaTorzok